Татьянин день исторически считается в нашей стране днём студента. В далёком 1755 году императрице Елизаветы Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета. Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. В нашем городе концентрацией студентов может похвастаться лишь одно учреждение – Уваровский химико-технологический колледж. Для Владислава Денисова день российского студенчества – прекрасный повод прийти в гости и поздравить с праздником. Это прекрасное время, которое остаётся в душе каждого взрослого человека. И скажу вам честно, что иногда, когда трудно, когда невзгоды, оно согревает, согревает память о студенческой жизни. И самое главное, что во время студенчества завязываются отношения и дружба, которые сохраняются в течение жизни. Я хочу вам пожелать, чтобы вы это время проводили самым прекрасным образом, чтобы оно пошло на пользу. Глава города стал одним из представителей жюри конкурса, в котором ежегодно представительницы прекрасной половины Уваровского студенчества состязаются за право носить почётное звание мисс-студентка. Пять красавиц – студенток строительного отделения и земельно-имущественных отношений – проявили смелость и выдвинули свои кандидатуры для участия в ярком, но требующем серьёзного подхода к конкурсе. Так, первый этап – визитная карточка – позволил зрителям узнать о девушках интересные, а порой и очень личные моменты. Кто-то из них сделал акцент на причинах выбора будущей профессии, кто-то на своём умении готовить. Этап дефилирования позволил девушкам продемонстрировать умение красиво двигаться по сцене. Ответы на вопросы серьёзны не очень. Следующий этап конкурса – испытание, которое девушки выдержали достойно, перейдя к этапу демонстрации своих творческих способностей. Красавицы старались, волновались, и каждая надеялась стать победительницей. Но лишь Юлии Каньшиной, студентке четвёртого курса строительного отделения, в этот день улыбнулась удача. Именно её независимое жюри выбрало победительницей. Я не ожидала, что я выиграю, конечно, этот конкурс. Все девочки были достойные. Все девочки на репетициях очень хорошо себя показывали. Я не думала, что выиграю. Всем удачи, спасибо. Остальные девушки, не менее достойные титула «Мисс студентка-2018», также получили свою порцию славы. «Мисс обаянии» стала Валентина Силантьева, звание «Мисс элегантность» была удостоена Надежда Чермашенцева, «Мисс женственность» Дарья Вишнякова, «Мисс совершенства» Анжелика Скряднева. Галина Зайцева, Александр Трегубов. Наш город.